всем привет мы опять конечно же в лесу и сегодня я познакомилась с удивительной девушкой с грибником из группы краснодарского края это майя после дождя у нас прошло чуть более суток в лесу полно валуев мы приехали искать для себя новое место и наша цель сегодня просто найти лисички просто загорелись мечтаем сегодня набрать по кузовочку лисичек было что мы идем искать идемте с нами посмотрим что же будет нас ждать сегодня вес просто накрыла полянами валуев больших и маленьких размеров смотрите просто полянища и мелкие большие очень много моя нашла первую лисичку а я нашла первый маховичок козленочек это козляк маховик его отличие в том что у него губка трубчатый слой из линковатого цвета он тоже хороший гриб я его сушу а потом уже сушеном виде использую для добавления супы и различные блюда а моя нашла первую лисичку так что лисичка есть приехали мы не зря идем дальше по оврагам смотрим потому что лисички очень любят овраги очень много сыроежек попадаются очень много валуев спустя сутки после дождя вывезло но мы приехали не за ними валы и сыроежки мы стараемся не брать хоть соблазнный велик будем брать хорошие грибы моя первая на сегодняшний день лисичка прям вот я чувствую что я вовремя смотрите вот еле еле и заметила вот 1 разворачиваем еще 2 до 3 получается смотрим рядышком здесь нету это отправляем в корзинку смотрим дальше все прям вот рядышком рядышком совсем от них 2 малюсички такие маленькие спрятались чистенькие свеженькие и еще 2 получается с одного места 5 штук тут же не отходя от этих грибов буквально в двух шагах еще был обнаружен один да нет даже не один смотрите а вот и попалась червивая лиса если эти два маленьких чистых экземпляра а здесь я вижу третьем грибочки на большом что его видимо ел червь хотя вот смотрите вот ножка дырявая шляпка чистая то есть и лисички могут быть подъедены червем блин мы только зашли в лес причем мая мая нет короче мая украли волки все теперь скажу ее родственникам скажет завезла девчину познакомилась на свое горе и пропала девчина пропала где-то там видимо косит грибы наверное заманили ее грибочки так а у меня еще находки такие вот нереально клёвые свежие лисички пришлось выдернуть ой обожаю такие мелкие они прям свежие свежие вот буквально на днях выше вылезли думаю что это как раз вот после вчерашнего и позавчерашнего дождика мелкие классные идешь их просто не видно то есть надо приглядываться только вот так чтобы они росли на поверхности выглядывали сейчас пока такого нету еще немножко но вот эти были видны вот кстати если бы я не присела я бы не увидела что вы там вот вон он впереди стоит козленок тоже так незаметно припал вот и моя идет мариде хвастайся уловами так у меня горст лисичек и маховичок второй сейчас будем хвастаться валуёв полно конечно так вот она моя не потерялась ну есть чуть-чуть да начало положено с почином все идем по склону собираем лисичку еще немножечко то 2 4 с одной поляночки не не сказать конечно что прям так густо семейками но это видимо свеженькие они прям сочные такие классные видимо вот-вот вылезли о еще смотрите вот еще не зря ковырнула еще семейка сколько здесь штук 6 наверно до 2 3 4 5 6 вот не видно в траве видите 7 8 получается до 8 классных штук поворачиваюсь еще 1 2 все напшикались а комары все равно кусают так здесь один был еще вот вижу пару до 3 разбросала их прям по лесу это 4 так вот нельзя ковырнула бугорок еще одна в общем лисички то такие грибочки которые нужно смотреть под ноги потому что где один там и второй и очень вот еще вижу в общем нужно смотреть под ноги иначе рискуешь просто их раздавить но в этом лесу пока только вот в рассыпную встречаем еще одна хорошенькая хочу сегодня корзиночку полную добить ереки настолько промокшие после дождик она грибочки есть штучно идем по склонам по над ериком но штучно есть лисичка попадается она чистая она хорошая стоит такой шикарный мухомор серо-розовый кто-то его ел кто-то пробовал то есть это вполне безопасный гриб не нас несмотря на то что это мухомор его квасят маринуют солят привкус у него такой сладковатый запах говорят цветочный и вот рядышком с ним всегда обращаю внимание что если растет мухомор то рядом должны быть какие-то хорошие грибы да действительно тут стоят совершенно свеженькие такая вот кучка приятных лисичек такие вот классные лисы солнце светит жарко птицы поют в лесу очень душно но грибы есть и это радует правда очень сильно жалят комары за руки за ноги за все что угодно это один из минусов конечно же летних походов то что комары просто атакуют хотя мы попшикались так мои корзинки из найденного да сейчас а сейчас из найденного это несколько маховиков были вот такие вот экземпляры и лисичка 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 и маховички надо откинуть их в сторонку от лисы потихоньку потихонечку я планирую сегодня корзиночку эту забить поэтому идем времени у нас еще много сейчас 9 часов сегодня с утра мы уже успели проверить маслятные места пробежались пока ничего сыро мокро многообещающе вот поэтому перешли сразу в дубовый лес искать лису а сейчас меня позвала Майя мы идем смотреть что же она там нашла так Майя позвала меня на вот такие вот находки а это у нас попался подмолочник тут целая куча этих грибов молочай подмолочник кто как любит его называть этот гриб очень вкусный в засоле поэтому Майя если ты будешь солить грибочки забирай их они очень даже неплохие на засол их отличие в том что они сразу же моментально начинают истекать вот таким вот млечным соком видно вам или нет не знаю ну вот он даже видно вот потек сок молочный молочай подмолочник млечник кто как по разному называет его я иду смотрю то ли листик то ли что оранжевое такое а тут какая красавица настоящая рыжая лиса попалась прям такая яркая среди этой зеленой листвы ой шикарно и тут рядышком еще и еще и еще и вот еще какая прелесть я в восторге просто они немножко подмокшие но ничего страшного это видимо те которые пережили дождь в траве никто вас не нашел меня дождались грибочки да немножечко мокрые но это ничего страшного классно мы ходим по вот таким вот ериком горки видите какие крутые и вот на склонах вот вам ориентир здесь дубы здесь вот такой вот крутой склон там прям реально высоко конечно вот если так идти спускаться 40 градусов будет и вот на склонах этих ериков если идти снизу будет вообще хорошо видно то что попадаются лисички особенно хорошо их видно снизу когда идешь в ерике смотришь на эти бугорочки то рыжую лису заметить не заметить точнее очень сложно нашла просто офигенскую поляну с лисами на которой действительно грибы растут полукольцами смотрите сейчас буду вместе с вами идти и резать дальше прям такие классные крошечки дальше 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 вот это я люблю вот это я понимаю лисички когда они действительно растут с семьями так здесь прям немножко подмокли под листвой классные да согласитесь вот приятно так здесь под палочкой тоже заберем два штучки и идем дальше вот 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 начинала. Вот я раскапываю их, раскапываю. Не знаю, даже там видно вам или нет. Вот я их сейчас примерно раскопаю. Вот дальше идут, потом открываем листики. Идем дальше, вот под палочкой. Вот. Вот прям их тут много. И вот она заканчивается. Класс! Получается вот такая вот шикарнейшая полянка, в которую я сейчас присаживаюсь и срезаю. Ну, в общем, вот так вот вышла в корзиночке с одной поляночки. Считаю, что неплохо. Лисички достаточно крупные, такие жирные и чистые. Пошли козлики у нас. Не сказать, что, конечно, такие прям хорошенькие, но если их там раскрывать внутри, в принципе, они чистенькие. Хорошие. Посмотрим, сколько тут штук. Хорошие, жирные такие. Четыре, наверное, получатся. Да, четыре штучки. И я снова прыгаю от счастья, потому что я опять нашла лисички. Сейчас покажу вам. Так, вот. Кустик небольшой. Я его первым приметила. Потом смотрю еще. Так, идут, 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 идут. Тут лисичка маленькая. Дальше. Дальше еще приятнее. Дальше вот, потравка. Дальше вот. Вот, вот, вот. Они идут так прям колечком. Смотрите, идем дальше. Дальше. Дальше вот лисички. Вот, вот. И вот. Вот такие вот приятности. Лисички буквально в двух шагах друг от друга. И сейчас я их присаживаюсь и режу. Классно? Лисички еще. Там большая была кучка. То, что я нашла, я срезала в корзинку, положила. Вот еще под деревом стоит. Такая неплохая семейка. Одна. Дальше штук шесть будет. Да. Ну, что сказать. Лисичка есть. Лисичка пошла. И это не может, конечно же, не радовать. Классно. Мне кажется, я нашла белый гриб. Посмотрим, давайте, что это. Ай, да. Это когда-то был белый гриб. Который сожрали червячки. Снова покрошим и раскидаем по лесу. Чтоб он размножался. Думаю, снимать, не снимать эти грибы. Вот смотрите. В лесу попадаются вот такие вот грибы. Они просто огроменные. Вот один покажу. Это подгруздок чернеющий. Их очень много. В начальной стадии они просто светлые грибы. Такие вот серовато-белые. Потом, когда они с возрастом уже вырастают. Вот смотрите, какие они огромные. У них огроменные. Тут ноги толстые. Они растут семьей. Эти грибы можно брать. Это съедобный гриб подгруздок чернеющий. Из разряда, конечно же, вот этих вот груздей. Но с ними много очень возни. Они все червивые. Тоже давайте их разбросаем по лесу, чтобы они размножались. Пускай растут их тут очень много. Остальные молоденькие экземпляры я трогать не буду. Может кто-то будет идти из грибников и найдут свои грибы. Может кто-то заберет. Были здесь когда-то и белые. Но свое они уже отжили. Они уже червивые. Они уже перестояли после дождя. Также посадим грибочков здесь. Тут у нас кто спрятался? Это мой козляк, наверное. Ну да. Да. Ну, чистый. Хорошенький. А ты кто такой? Наверное, тоже белый. Ну да. Белый гриб. Ай, тоже посадим грибочек. Жили здесь белые. До дождя. И до жары. А сейчас остались одни козлятки. Ну, достойные такие, хорошенькие. О, грибыш какой, смотрите. О, хорошенький такой, еле вырвешь. Но со слизнем. Иди сюда. Это мой гриб. У него еще тут много вкусняшек. И еще один муховичок. Этот прям чистенький, хорошенький. Радуй моя находками. Что ты нашла? Вау. Большой такой, крупненький. Целый гриб. Лисичка и маховички, да? Угу. Ну да, классно. Мы поднялись из оврага на дорожку. А сейчас будем возвращаться назад к машине. Пить кофе, потому что время уже полодиннадцатого. Надо позавтракать. Так, а у меня вот что в корзинке. Корзинка у меня большая. Ну вот где-то ровно половина. В ней лисички. Так, груз попался, затесался. Мне он не нужен. Что-то я его захватила вместе с другими грибами. У меня там есть и маховички, и есть лисички. Да, в принципе, и все. Больше я ничего такого не брала. В алуи я не беру, ни млечники, ничего. Вот такие вот шикардосики. Яркие, классные. Ура! Вот, смотрите, какая. Лопушок целый. Ну все, я довольна. В принципе, с утра и сейчас до десяти максимум этот был сбор. Считаю, что достойный результат. Возвращаемся по пушке, понад дорогой, и я нашла очень классную находку. Я вам сейчас ее покажу. Прямо на солнышке вот такой вот красавец. Посмотрим, что это. Ну что я вам скажу. Это белый. Посмотрим, живой. Ну что? А ну вот, посрезай, посмотри. Ой, ну хорошенький. Чистый. О, шикарен, шикарен. Идем вот по сухой опушке. А грибы все равно есть. Такие сыроежки попались красивые. Посмотрим. Мы их не берем, конечно, потому что они червивые. Ну да, видите. Еще одна. И она тоже вся червивая. Майя нашла такую классную семью. Так. Тут, вот здесь, вот, под палочкой. И вот еще под другой палочкой. Ой, классно. Что с лисичками будешь делать? Закатывать. А как ты закатываешь? У меня, если честно, все обычный стандартный рецепт. Это на 700 кубанку. По вкусу соль. Потом, что мы туда кладем? Глазичку, черный перец и лавровый лист. Лавровый лист желательно вообще в воде проварить. А я его потом убираю вообще, чтобы он запах не давал. Вкус такой терпкий становится. Вот. Ну, вот это вот все провариваем. Заливаем. И в обычные баночки закатываем. Зимой вкусно. Ну, все. Сегодня наберем на баночки. Итак, миссия невыполнима. Но это фигня. Это ладно, Таня. Это я забрала. Там дальше, на обрыве, офигенный большой литр. Я пошла за ним. Не знаю, как я до него залезу там. Где-то я его тут видела. Слушай, где-то я его тут видела. Дальше, дальше, дальше. Дальше стояла? Да. Ладно. В принципе. Это все ради листички, а в ночь. Где-то там была. Давай, мать, ты можешь. Я их добыла. А он еще, смотри, сколько. Ай, не падай. Я их нашла. Так, вот результаты наших походов. По склону все было собрано в майку и без ножа. Ну, а что делать, когда ползешь по склону? Тут уже не до ножика. Ну, отлично. В корзиночках прибавляется. Мама будет рада. Классно. И здесь тоже. Прям приятно так выглядит. Но еще не полный. Будем добивать сегодня до конца. После продолжительных поисков опять пошли лисички. Мы ходили просто вообще в такой невгребной лес. Проверили его. На наличие грибов. Но там ничего не обнаружили. Повернулись обратно с другой стороны леса. Опять сюда же. И будем добивать свои места, которые мы не прошли. И не зря. Пошли и после нас. Но только с другого края. Еще, в принципе, много осталось ненайденного. Совсем крошечка. Там хуси сидит под палочкой. Тоже заберем их. В лесу очень жарко. Очень душно. Парит. Градусов 40, наверное, все на улице. На горках вообще, на солнечных, там просто от нас полнейший. Так. Сейчас вот видите, они уже на корню начинают ссыхаться. Вот вроде с утра тут было еще сыро. Сейчас время уже час дня с чем-то. И лисички просто ссыхаются. Вот под палочкой я нашла еще. Прям толстенькая такая стоит. Ага. И белые, видите, им не хватает, уже не хватает влаги. И они начинают, естественно, белеть. И вот тут еще. Так. Три штучки. Нет, тут больше. О, птицевая семейка. Комары просто выплевывают глаза. Выедают. Ой, не дотянусь. На бугорке стою. Тяжело дотянуться. Ну, отлично. В принципе, мы сегодня уже это второй заход. Мы отнесли уловы в багажник. Положили в машину. Это уже вторые корзинки пошли у нас. Классно. Так. А из найденного что я нашла? Я нашла еще маховичок. Рейши нашла и клавикарону. Но уже попрятала по пакетам. Уже не буду показывать. Ладно. Сейчас забираем эти и идем дальше. Один маховичок. То есть вот такой красивый, сочный, поворачивающий. А здесь вот такой красавец еще. Фу, комары достали. И еще на горочке козленочек. Потом обрежу его. Иду сюда. Вот смотрите, вот попадается желанная моя находка. Веселка, но почему она с утра не встретилась? Она уже выросла за день. Видите, какая большая собака. Я так хотела ее найти в лице, чтобы она была. Блин, ну кто-то ее кушает прям так вместе с этим. я не хочу ее есть, если честно. Не вызывает она у меня никакого этого. Вонючая. Фу, падали, воняет сильно, страшно. Не знаю, на вкус и запах вообще отвратительный. Вот яиц больше нету. Очень хотелось бы найти в яйце ее и сделать настойку, но нету ее. Нету пока. Или уже поздно. Это утром мы не находили ее. Иду по лесу, смотрю, мухомор стоит красивый. Серорозовый. А серорозовый у нас есть индикатор хороших грибов. И чуйка меня не подвела. И действительно, вот, пожалуйста, в трех метрах найдены еще лисички. Еще такая вот семейка хорошенькая. Берем. Видели когда-нибудь такое? На дохлом грибке растут еще грибки. Вот такая вот мекориза. Гриба с грибом. К концу дня совсем же раз засушивает грибы. грибов становится все меньше, потому что, видимо, мы уже все нашли все, что можно было. И они начинают ссыхаться. Потому что жара. Уже вечереет. Мои корзиночки подприбавилось. Все же, несмотря на то, что я прямо немножко расстроилась, что мы две не сделаем корзинки. Идем обратно и попадаются еще, конечно же, лисички, сестрички. И не только лисички попадаются. То есть бывает, смотрите, вот козлята попадаются. Немножко сухие. Один был под березой попался. Чистенький, хорошенький. Вот по таким оврагам во мху кое-где проблоскивают желтые пятнышки. Это лисички. Глубоко туда в овраг я уже не пойду, потому что ноги уже просто не идут. Майя уже просто идет по дороге. Она уже никуда бедная не может смотреть ни на какие горки. Уже находились, так как выехали мы сегодня очень рано с ней. И время сейчас уже пол четвертого. И мы движемся потихонечку к машине. Она уже далеко прям впереди, а меня этот лисичковый склон не отпускает. Лисички находятся и находятся. Можно даже я думаю спуститься. Оторвалась от Майи. Майя пошла очень далеко вперед, но я не могла не заснять. Я уже просто иду последнее время не снимаю, потому что времени у нас уже очень мало. Спустилась ковражику, а тут реально взяла с собой телефон и пошла снимать. Потому что ну не поверите, вот смотрите сколько. Нож с собой не брала сразу говорю, потому что поэтому буду так дергать, ну уж извините. Не люблю дергать, они такие мокрые, кстати, здесь в овраге. И я вот прям тут стоя на коленках, сейчас я их быстренько надергаю и отнесу. Ой, правда не знаю в чем в одной руке телефон, в другой руке грибы. Как бы их так отнести. Вот видите какие кучки там еще у меня возле корзинки. Корзинка уже скоро вот-вот и наполнится. Вот моя корзиночка. Видите? Почти-почти еще чуть-чуть и будет полная. Получается уже вторая. Сегодня считаю, что почти норму выполнила. И маленькие, и крупненькие, все такие хорошенькие, красивенькие. Короче, я в восторге. завершается наш лисичковый марафон. Время уже пять, а может уже шестой час вечером. Мы очень устали. Нас просто сегодня сожрали комары. В лесу жарко, душно. Какой? Пятый. А, ну нормально, в принципе, четыре. План по лисичкам выполнен. По две корзинки. Классно. Идем в машину сгружать грибы. У меня получился пакет и корзинка. А у Майи вышла вот такая большая корзинка. Видите, у нее прям огроменная половинка это чисто лисички. Здесь маховики, сыроежки, оленьи рожки попались. И еще Майя взяла на пробу попробовать молочай. Такие вот грибочки на засол. Мы вынуждены с вами попрощаться, потому что мы просто как пожеванные тряпочки после сегодняшнего дня. Мы просто счастливы. Вам спасибо, что прогулялись вместе с нами, порадовались за наши уловы, за наши полные корзинки. Лето только началось. Сегодня 10 июня или 9 июня. Не знаю. Сегодня 9 июня, воскресенье. У нас было достаточно жарко, как обычно. Ждем еще один дождь и на следующие выходные точим нож и готовим корзинку и пакетики, как обычно. Всем пока и всем полных корзин. июня. 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 Субтитры подогнал «Симон»